Новое видео выходит каждый день в 20.00 Да, я знаю, я прекрасно вас понимаю. Такой ролик уже был на моём канале, правда не на этом, а на основном канале. Но учитывая специфику этого моего основного канала в настоящее время, я не думаю, что вы могли извлечь из того ролика на моём основном канале максимальную информацию по поводу всего этого. Да и плюс, тогда ещё не было понятно. Блять, задел стойку от микрофона, сука, не успела даже 30 секунд пройти, как я уже задел стойку от микрофона. Так вот, я не думаю, что из того ролика вы могли извлечь максимальную информацию касательно всей этой трагедии, всего этого инцидента и многое-многое другое. И также тогда ещё не было понятно, куда Вертеич уходит от нас с Аризоны. И вы знаете, многие, да и вообще многие-многие люди, не только в GTA-самповской сфере, а вообще в целом в жизни ищут какую-то стабильность. Однако, вы знаете, никакой стабильности в принципе не существует. Любая стабильность, если вы её так называете, это стагнация и не более того. Но вот, знаете, к Аризоне, я думаю, термин стабильности применим. Что я подразумеваю под стабильностью? Стабильно, быстрые выплаты, стабильное какое-то, знаете ли, отношение с руководством. Стабильно, вот ты можешь написать, тебе всё, что угодно помогут, всё, что угодно сделают. Стабильный онлайн с тысячей человек почти что на любом сервере. И вот многое-многое другое. Отзывчивый пиар-менеджер. Станислав, это, наверное, даже не пиар-менеджер, это основатель, как его называют, Марас Шакур. Да и вы знаете, многое-многое другое. И Вертеич ушёл на ревентру или плей. И, как сказал сам Вертеич на одном из своих стримов, ему на данный момент не платит ревент абсолютно. И вы знаете, я более чем склонен этому доверять. Потому что, вот вы знаете, какой онлайн был на ревенте до прихода Вертеича? 200 там человек, 100-200 человек, где-то около того. Сейчас на ревенте онлайн 1000 человек. Ну или там 700, где-то когда-то, возможно, 1000 и наподобие того. И вот вы знаете, если так вот посмотреть, так вот подумать. Ну, в принципе, блять, понимаете, ревентру или плей задерживали выплаты даже Герере, сука. Даже Герере, а не сука, задерживали выплаты. Даже когда он уходил с сервера, он говорил, что, возможно, ему эти деньги не выплатят. Я не знаю, выплатили ему эти деньги или не выплатили. Однако, это не имеет особого значения Вертеича, вы понимаете? То есть, сколько вообще денег нужно Вертеичу за переход? Миллиард, миллион денег. Я думаю, что он чисто, так знаете, по старой дружбе решил поснимать ролики, помочь серверу. Да и многое, многое другое, опять же, как я уже и говорил. И вы знаете, многие вот так вот переживают за Вертеича. Говорят, мол, о, сейчас скатятся просмотры. Потому что на Аризоне играет много человек. Игреки Аризоны стабильно смотрят Вертеича или, по крайней мере, смотрели. И вот теперь это все вот как-то так получается. Вообще, что с этим можно делать? И вообще, блядь, хули нам всем делать? Вы знаете, во всех ситуациях, которые случаются в этой жизни, я ищу какой-то плюс. Потому что жизнь, она у нас одна. И я думаю, что не нужно вот так вот серьезно относиться к каким-то вот пустяковым вещам. Нужно, наоборот, расслабляться, нужно быть вполне таким жизнеобильным, жизнерадостным и многое другое. Вот, да, ушел Вертеич, разумеется. Большой удар по серверу, на котором он снимал. Большой удар по проекту, потому что люди, они уйдут за Вертеичем. Как бы, как бы это ни было странно. И, понимаете, ну, вы знаете, освободится большая часть бюджета от Вертеича. За эту вот часть бюджета можно будет купить от других вот маленьких ютуберов, которые, возможно, профита будут приносить меньше, чем приносил бы тот же Вертеич. Однако, вы знаете, ранжированность самого сервера по вот всем ютуберам будет намного больше. Это ж охуительно, когда ты заходишь вот даже к какому-то очень маленькому ютуберу, казалось бы, а он уже на Аризоне. Заходишь к большому ютуберу, он уже на Аризоне. И вот, знаете, ранжированность вот этой вот, знаете ли, узнаваемость вот этой вот Аризоны, она растет. Сам бренд Аризона создается благодаря вот именно таким вот вещам. Когда на какой канал ты бы не зашел, там везде, сука, Аризона. И вот, знаете, Аризона должна стать такой навязчивой рекламой. Навязчивой рекламой, которую бы все ненавидели, однако вот просто с одного вот названия сервера Аризона, чтобы люди представляли не штат в Америке, а вот именно сервер в Сампе. Именно к этому все и так или иначе идет. И вы знаете, конечно, да, жалко, жалко. Абсолютно таки жалко, что Вертеич ушел. И вы знаете, если вот ему реально не платят, то, ну, я прям не знаю, Вертеич, он, знаете, он создает впечатление такого маленького-маленького ребенка, как будто бы он уже настолько сильно отыгрывает какого-то ребенка на своих видеороликах для того, чтобы поднять лояльность аудитории, что он уже и сам стал, в принципе, ребенком для вот этих самых своих детей. То есть уйти с сервера только потому, что, ну, он уже поднят, уже все нормально и так далее. То есть, ну, так просто нельзя, так просто не делается в бизнесе. А GTA Самп это в самом деле бизнес с огромнейшими деньгами, с огромнейшим вложением средств, с большой такой развитой благосферой. Там, я не знаю, у нас, наверное, на Самп Ютубе, блять, больше ютуберов, чем, блять, наверное, на самом Ютубе, потому что это просто пиздец. Уже есть много разных как популярных, так и непопулярных ютуберов. И просто вот так вот смотришь, просто думаешь, пиздец, блять, откуда вы все беретесь? Чё за пиздец, блять? Ну, в самом деле, уже, блять, каких только ютуберов нету, блять. Какие-то ауешники, блять, какие-то геи, какие-то там, блять, умственно отсталые люмпены. Кого только, блять, тут нету в самом деле. И вот мы на всё это смотрим и такие, ебать, что нахуй такое происходит? И вы знаете, Вертеич, как он сам выразился в своём видеоролике, ушёл, блять, с Ривента на Аризону только потому, что, блять, на Ривенте был тысячный онлайн, они не хотели открывать второй сервер, и Вертеич не мог зайти, блять, на сервер. Я вам сейчас всё покажу и расскажу, только дайте мне минутку. Причиной ухода на тот момент стал фуловый онлайн, из-за которого на сервер было невозможно пробиться для снятия видео, а второй сервер открывать никто не хотел. Я, блять, это слушал? Я смеялся, Вертеич, ты чё, блять, серьёзно? Ты ушёл с сервера, на котором тебе платят, на котором у тебя играют подписчики только потому, что ты не мог, блять, зайти на сервер? Ты чё, серьёзно, блять? Ты, блять, на полном серьёзе об этом говоришь. Серьёзно, то есть уйти с сервера, который тебе платит, на котором всё вроде как более-менее стабильно, хотя, как мы выяснили, стабильности не бывает. И вот так вот просто взять и уйти в одночасье. Просто из-за того, что ты не можешь зайти на сервер. А ты вообще говорил, как бы, администраторам, там, специальным администраторам, да и всем людям, которые отвечают вообще за проект, там, создателям проекта и многим другим людям о том, что, ну, ты хочешь, чтобы открыли второй сервер, что ты, блять, не можешь зайти, ты что, ты серьёзно? То есть ты хочешь сказать, что эталон сервера Вертеич говорил о том, что нужен второй сервер, а они его не открывали. То есть ты хочешь сказать именно так? Или просто как? Я в самом деле уже не понимаю. В общем, ладно. Пишите, что вы думаете по поводу ухода Вертеича в комментарии по данным видеороликам. Вы знаете, даже вот один ваш незначительный комментарий, он всё равно так или иначе продвигает видео в топ, обо мне узнают новые люди. И, знаете ли, растёт вот это вот оппозиционное движение GTA, сам YouTube и не только. Поэтому не ленитесь, оставляйте комментарии по теме. Только обязательно по теме, чтобы это не выглядело, как какая-то несуразная накрутка, вот как комментарий просто не по теме видео, по типу там, знаете, негативный или какой же классный ролик. Блин, так классно ты снимаешь вот эти свои видеоролики. Прям очень сильно понравилось. Подписка, лайк, колокольчик. Блин, я рассказал друзьям, рассказал маме. Сидели полгода рофлили вот с этих твоих шуточек. И многое, многое другое. Спасибо вообще за контент. Задан Семён, спасибо. Я, кажется, дико извиняюсь, но самый лучший контент это Задан Семён 2. Вот канал. Ну и многое другое. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Не буду говорить, чтобы вы подписывались на канал. Не буду говорить, чтобы вы ставили колокольчик. Или там ставили лайк, дизлайк. Потому что я не пидорас. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.